5 сентября лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и кандидат в губернаторы Московской области Александр Романович встретились с жителями города Сергиева Посада. Встреча прошла во дворце культуры имени Гагарина. В ходе общения Сергей Миронов подчеркнул важность борьбы за социальную справедливость. Вот если вы возьмете любому человеку, неважно какое образование, может это вообще человек, который пожилой, может он в школе не учился и даже никакого института нет, но расскажете ему какую-то житейскую ситуацию, ну знаете, два товарища поссорились или родственники поссорились или два государства поссорились на международном арене и спросите у них, вот кто поступает по совести, а кто нет, вам абсолютно четко любой человек скажет. Потому что, как еще Достоевский говорил, русскому человеку присуща вот эта необходимость справедливости, чувство справедливости просто вот жжет в сердце, даже когда вроде бы, дай бог, если решим все материальные проблемы, которых очень много, и все равно, если мы видим что не по справедливому, нас это волнует, нас это очень будет тревожить и просто расстраивать. Поэтому, когда мы назвали нашу партию так, мы исходили из того, что действительно нужно возвращать справедливость в нашу жизнь. Начинать нужно с реализации нашей конституции, в которой есть очень много замечательных слов, в которых есть замечательные статьи, ну например седьмая статья, где говорится о том, что Российская Федерация социальное государство. Но давайте мы себя спросим, а что на социальное государство? Разве у нас социально защищены большинство наших граждан, работающие, пенсионеры? Конечно же нет. Получается, что на бумаге в конституции одно, а в жизни совершенно другое. Если мы берем 43-ю статью Конституции, где гарантируется бесплатное образование, а тогда я задаю вопрос, в том числе публично задавал этот вопрос господину Медведеву, председателю правительства, лидеру партии «Единая Россия», как же так получается? В Конституции в 43-е статье гарантируется первое профессиональное образование бесплатно, а по итогам выпуска 2013 года более 50% выпускников высшей школы получили образование за деньги, а не учились на платном. Как же так? Все молчат, а вот и так и надо. Если мы посмотрим на то, что происходит в нашей стране, мы видим очень большую несправедливость, прежде всего в отношении государства, которое сегодня представляют в том числе конкретные чиновники и большинство наших граждан, людей работающих, людей труда, наших пенсионеров. Ну, давайте начнем как раз с базового понятия и с самого базовой нашей проблемы – заработная плата в нашей стране. Сегодня она, безусловно, несправедлива. А вот насколько несправедлива, я даже вам готов с цифрами показать. Я и мои товарищи по партии утверждаем, что сегодня в Российской Федерации каждому работающему, неважно, где он работает, работает ли он в бюджетной сфере на государство, работает ли он в частном секторе, недоплачивают в три раза. Александр Романович, кандидат в губернаторы Подмосковья, высказался категорически против утверждения, что губернатор должен быть хозяйственником, а не политиком. Как сможет губернатор-хозяйственник решить такие вопросы, как бесконтрольная миграция, загрязнение окружающей среды, коррумпированность управленческого аппарата? А именно это, в первую очередь, беспокоит жителей Подмосковья. Компания заканчивается. И сегодня, наверное, было бы не совсем правильно представлять свою программу, потому что она должна по умолчанию быть вам известна, потому что мы, наши агитаторы, средства массовой информации, наш штаб работал для того, чтобы эту программу довести до жителей Подмосковья в течение всего этого времени. Я позволю себе обратить ваше внимание на некоторые, может быть, необычные аспекты этой программы, и, может быть, начать несколько с другого. И вы поймете сейчас, почему я об этом говорю, что в конечном итоге подойдем к сущности тех предложений, которые сформулированы в программе кандидатов, губернаторов Московской области, и подойдем к тому, как эта программа реализует те идеологические постулаты социал-демократической партии «Праведливая Россия». Вы знаете, за последнее время, вот буквально вчера член Совета Федерации, миллиардер Клишис, этот политик, сегодня политик от партии «Единая Россия», вносит законный проект, который мы, скорее всего, будем рассматривать в Государственной Думе в ближайшее время. Законный проект касается выборов в законодательные собрания Российской Федерации, в законодательные собрания, в том числе в Московской области. Поэтому предложение партии по этому законопроекту получает возможность формировать законодательный орган своего региона, субъекта 25%, 75% одномандартных. То есть мы идем еще дальше по пути исключения партии из политического процесса. Этот законопроект, безусловно, будет широко обсуждаться. Безусловно, как наша партия, так и другие оппозиционные партии парламента наверняка выскажут свои по этому поводу суждения. И наверняка будут соответствующим образом по-нашему относиться к этому законопроекту. Но я хочу отметить здесь вот эту тенденцию, когда мы исключаем из, ну не мы, а в обществе пытаются исключить понимание необходимости создания партии, создания развития партийной системы, как основного фактора демократизации нашего общества. Я приведу еще один пример. Вчера на дебатах на радиостанции Эко Москвы выступал, я не буду сейчас поменять называть, но это главный претендент на пост мэра Москвы. И что он говорит, что должность мэра, ну я так понимаю, или как мэра, так губернатора, это должность не политическая. Это должность хозяйственника, который отвечает за крыши, за водостойки, за канализацию, за подъезды, за электричество, за лампочки и так далее, и так далее, и так далее. Я подчеркиваю, да, и он говорит, в моей программе нет ни капли политики, это как же нет ни капли политики, если мы ведем разговор о власти. Ведь власть, власть, это и есть политика. И вот это вот пагубное, неправильное, политологически неверное, наручно, я бы сказал, коррупционное, поэтому коррупция наручно строится, вводится в сознание нас, избирателей, в сознание нас, россиян, то, что нам партии не нужны. То, что можно управлять регионом, а Москва это не регион, это целый государство, и по этой той же идеологии можно управлять московской областью, не будучи политиком, не будучи человеком, который осознает, что должность губернатора это должность политическая. Сергей Миронов и Александр Романович обстоятельно ответили на многочисленные вопросы участников встречи. После встречи политики совершили экскурсию в Гефсиманский скит.